Старые, часто неоднократно битые и разграбленные автомобили своим внешним видом портят эстетику придомовой территории. И это самое малое из проблем, которые приносит так называемый автохлам. Данная автомобиль уже давно стоит, мешает парковаться, занимает парковочное место. Нужно убрать, наверное. Конечно, убрать надо ее. Давно стоит уже, убрать. Это, по-моему, не старше в два раза. Даже. Более того, брошенные машины зачастую припаркованы не по правилам. Это создает определенные трудности для проезда, уборки территории, прохода пешеходов, проезда спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам. Не могут почистить дорогу, считай, мешает. Не убирают. Проблема в том, что убрать автохлам своими силами жителям нельзя. Нужно сделать все по закону, чтобы самому его не нарушить. Парадокс. Но юридического понятия автохлам не существует. Любая вещь – это чья-то собственность. Просто так убрать ее нельзя. Могут приписать хищение имущества. Сначала надо решить вопрос, есть ли хозяин. Изначально к нам поступает заявление, жалобы жителей микрорайона о том, что долгое время какое-то транспортное средство не используется. Есть признаки бесхозности, то есть такие, как спущенные колеса, открытые двери. Вообще нарушена целостность автотранспортного средства. После этого специалисты отдела административно-технической инспекции исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района, руководствуясь постановлением номер 174 от 28 ноября 2014 года, подписанным руководителем исполнительного комитета НМР, выезжают на место. Составляют акт обследования указанного автомобиля, производят фотофиксацию. Далее все данные вводятся в журнал фиксации бесхозных транспортных средств. После чего мы отправляем запрос в ГИБДД для установления собственника. После ответа ГИБДД, если собственник есть, мы отправляем официально письмо на имя собственника о том, что требуется переместить данное транспортное средство. В случае, если собственник не установлен, требование об уборке автомобиля размещается на самом транспортном средстве, а также в средствах массовой информации и печатных изданиях. По истечении трех дней производится эвакуация автохлама на специализированную автостоянку с силами подрядной организации. После того, как произведена эвакуация, если все-таки собственный объявился, он будет оплачивать все расходы, связанные с эвакуацией, и после чего сможет забрать свое транспортное средство. На автостоянке она будет стоять один год, после чего уже будут приняты все процессуальные меры, чтобы ее утилизировать, если собственный так и не объявился. Техинспекция призывает горожан к ответственности за свои старые авто. Помимо вышеуказанных неудобств, которые они приносят, автохлам может быть опасен. Сами жители просят, чтобы мы их убрали, так как переживают за своих детей, которые там гуляют. Дети активно начинают на них прыгать, кто-то разбивает стекла. Алья Салахиевов, Ахри Сламов, НМедиа.